здравствуйте ребята меня зовут романюк зульфия самигуловна я учитель математики школа номер 15 города якутс сегодня тема нашего занятия системы уравнений и так решим следующую систему записываем 3 икс квадрате плюс игрек равно 6 второе уравнение 4 икс в квадрате минус игрек равно единице напоминаю что решением системы является пара чисел прежде чем решить систему сначала внимательно посмотрим и замечаем что коэффициенты при переменной игрек противоположное число а значит при сложении они дают нам 0 поэтому почленно складываем все слагаемые складывая первое слагаемое получаем 7 x квадрате складываем числа получаем всем решаем получившееся уравнение получается x в квадрате равно единице единица больше нуля значит уравнение имеет два корня находим x первое минус корень из единицы а это есть минус единица и x второе это плюс корень из единицы это есть единица но это не ответ системы решением системы является пара чисел по n продолжаем решать и так x первое у нас минус единицы чтобы найти игрек первое нам нужно подставить значение x в любое из уравнений например в первое 3 умножить вместо x подставляем минус 1 плюс игрек равно 6 решаем получившееся уравнение 3 умножить на 1 3 плюс игрек получается 6 это линейное уравнение решаем его игрек равно 6 минус 3 получается игрек равно 3 это у нас игрек 1 составляем пару значений и так на первом месте пишем x это минус 1 на втором месте игрек 3 первая пара готова у нас есть еще x 2 выписываем x второе равно единице и то же самое подставляем в любое первоначальное уравнение 3 умножить на 1 в квадрате плюс игрек равно 6 считаем 3 плюс игрек равно 6 отсюда игрек равно 6 минус 3 игрек равно 3 это у нас игрек второе составляем пару получается 1 3 итак ответом данной является 2 пары чисел это минус 1 3 и 2 пара 1 3 вот это ответ решим следующую систему 2 x в квадрате минус 5 x равно y 2 x минус 5 равно y еще раз обращаем внимание что прежде чем решить систему нужно на нее внимательно посмотреть а вообще из курса 7 класса мы знаем что у нас есть способ сложения и способ подстановки но обращая внимание на эту систему мы видим что в правой части у нас одинаковые что правая части у нас одинаковая а это значит что левые части тоже должны быть равны выписываем 2 x в квадрате минус 5 x и и вторую правую 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 левую часть 2 x минус 5 и у нас получилось уравнение с одной переменной переносим слагаемые с правой части в левую меняя при этом знаки на противоположное минус 7 x плюс 5 равно нулю у нас получилось квадратное уравнение решаем его по общей формуле и так выписываем коэффициенты а равно 2 b равно минус 7 минус 7 выделяем потому что в дальнейшем нужно обратить на него внимание и c равно 5 записываем формула дискриминанта b в квадрате минус 4 а c и находим его значение минус 7 в квадрате минус 4 умножить на а это 2 и умножить на c это 5 считаем минус 7 в квадрате 49 минус произведение равно 40 получается 9 9 больше нуля значит уравнение имеет два различных корня продолжаем находить корни x 1 находится по формуле минус b плюс корень из дискриминанта деленное на 2 а подставляем значение вот как раз нам пригодилось обратить внимание на b если здесь у нас минус 7 то здесь мы пишем противоположное плюс 7 7 плюс корень из 9 делим на 2 умноженное на а это 2 считаем 7 плюс 3 в знаменателе 4 получается 10 четвертых сокращаем на 2 получается 5 вторых 5 делим на 2 получается 2,5 находим x 2 по формуле минус b минус корень из дискриминанта деленное деленное на 2а 7 минус корень из 9 в знаменателе 2 умножить на 2 получается 7 минус 3 в знаменателе 4 в числителе 4 в знаменателе 4 в ответе получается единица еще раз говорим что это не ответ продолжаем решать итак мы нашли x 1 x 2 теперь найдем вторую переменную y x 1 у нас равен 2 целых пять десятых найдем y1 y1 найдем из формулы из 2 формула это удобно уравнение первой степени 2 умножить на 2 целых пять десятых минус 5 2 умножить на 2 целых пять десятых это 5 вычитаем 5 получается 0 это первая пара 2 целых пять десятых ноль и находим вторую пара x 2 у нас смотрим 1 находим y второе подставляем в эту же формулу 2 умножить на 1 минус 5 2 умножить на 1 это 2 2 минус 5 это минус 3 вторая пара 1 минус 3 и так решением этой системы является две пары чисел закончили эту систему продолжаем следующую записываем систему 2 x в квадрате плюс 4 у в квадрате равно 24 следующее уравнение 4 x в квадрате плюс 8 у в квадрате равно 24 x вообще систему можно решать разными способами может кто-то уже решил решать другим способом но мы будем следующим способом замечаем что коэффициенты первого уравнения четные числа а значит они делятся на 2 поделим все коэффициенты на 2 но второе уравнение посмотрим здесь коэффициенты все делятся на 4 поэтому поделим на 4 смотрим что у нас получается и так 2 x в квадрате делим на 2 получается x в квадрате и 4 у в квадрате разделить на 2 получается 2у в квадрате, и 24 поделить на 2 получается 12. Это первое уравнение. Второе уравнение делим на 4. Получается 4х в квадрате поделить на 4 будет х в квадрате, 8у в квадрате поделить на 4 будет 2у в квадрате, и 24х поделить на 4 получается 6х. И еще раз рассмотрим, каким же способом нам решать эту систему. Замечаем, что левые части этих уравнений одинаковы, а значит правые части тоже равны. Выписываем 6х равно 12. Это линейное уравнение. Решаем его. х равно 12 разделить на 6. х равно 2. Это не ответ, так как мы решаем систему, а решением системы является пара чисел. Продолжаем. Итак, х равно 2. Подставляем в любое из первоначальных уравнений, например, в первое. 2 умножить вместо х, подставляем 2, плюс 4у в квадрате, получается 24. И решаем уравнение с одной переменной. 2 в квадрате 4, 4 умножить на 2, 8. 8 плюс 4у в квадрате, получается 24. Оставляем слагаемое 4у в квадрате в левой части. 8 переносим в правую, меняя знак на противоположный. 24 минус 8. Получается 4у в квадрате равно 16. Делим обе части на 4. 4. Получается у в квадрате равно 4. 4 больше 0, значит уравнение имеет 2 корня. у первое равно минус корень из 4. И у второе равно плюс корень из 4. А значит у первое равно минус 2, 2. А у второе равно 2. Составляем пары. Х у нас равен 2. Первая пара будет 2. И у берем первое значение минус 2. Вторую пару. Х у нас тот же самый, это 2. И у берем второе значение 2. Значит решением этой системы являются 2 пары чисел. Посмотрим еще одну систему. Х в квадрате плюс 2у равно 6. У равно х минус 1. И мы уже видим, что эту систему решаем способом подстановки. Предлагаю решить эту систему вам самим. И ответ данной системы получится 2 пары чисел. Минус 4, минус 5 и 2, 1. Еще раз напоминаю, что чтобы решить систему уравнений, это значит найти все ее решения или показать, что их нет. И решением системы являются пары чисел. Данную систему решить нужно способом подстановки. Наше занятие подошло к концу. До следующих встреч.